И снова здравствуйте! В эфире коучер Дальзенуров на живом коучинге. Сейчас пройдем бульдозером по нервам лузеров, сейчас пройдем бульдозером по нервам визуализаторов. Я про это уже неоднократно говорил, но тема действительно важная скажу еще раз. Наверняка люди, смотревшие фильм «Секрет», неплохое, в общем-то, художественное, подчеркиваю, художественное произведение, уяснили, что для достижения желаемого надо дрочить на доску мечты и визуализировать. Не знаю, намеренно или случайно так получилось, но правда такова, что то, что вы представили и прожили, вы уже представили и прожили. То есть визуализация крайне видна для того, чтобы выполнять вами тот план по достижению желаемого, если он у вас есть, а если у вас плана нет, тем более. Впрочем, если свести всю суть этого ролика к одной фразе, визуализация для достижения целей вредна. Научное обоснование. Но сначала пример из вашей жизни. У каждого из вас есть любимая пища, например, суши или там какие-нибудь маскарпоне итальянские, или там каша гречневая с мясом, у кого-то это все свое. И если вы любите, ну, предположим, омлет с беконом и не любите слипшиеся макароны, но испытываете голод, а, допустим, прямо сейчас вы не можете свою любимую вещь с беконом раздобыть или вам лень ее жарить, и не так получилось, что сейчас у вас уже готовые макароны слипшиеся есть, а яйца еще разбивать надо, и бекон резать, то в случае, если вы голодны, вы наедитесь любой пищей. Вы съедите нелюбимую еду, вы тело наполните, ссытость у вас будет, и, наверное, вы получите, удовольствие не получите. Но самое главное, желание, удовлетворенное любым способом, тут же исчезает, прекращается, перестает быть актуальным. В высшей степени маловероятно, что после того, как вы наедитесь невкусной пищей, что вы потом пойдете искать себе вкусную. Пока не проголодаетесь, вы не будете этого делать. Это касается абсолютно любых целей. Сейчас эти книги немного покажу. Вот в этой книге «Достигатор на халяву», которую мы написали с Алисой Крамшиной, есть глава о желаниях и о свойственном желании. Я не помню, в каком моем точном месте, но если интересно, прочитайте. Суть в том, что когда вы исполняете желание любым способом, как я уже говорил, все, его движущая сила для вас, она стремится к моему бесконечности. А для организма нет большой разницы, вы в реалии на своем лампорту не сидите, зад свое вхоженное кресло у самих, или же вы провизуализировали это очень качественно и получили весь комплекс психофизических ощущений. Например, если вы вспомните свои сексуальные приключения во сне, в принципе во сне большой разницы нет, ты в любом случае получаешь оргазм. Или не получаешь, если секс во сне не очень хороший. Пример всем понятный, знакомый может и вспомнить. Если вы визуализируете обладание каким-то материальным благом, достижение какого-то благополучия, чем качественнее вы визуализируете это, тем больший комплекс психофизических ощущений вы получаете, как во сне, и тем меньше становится потенциал для исполнения этого желания. Бессознательный не будет уделять ресурсы для того, чтобы вы получили то, что вы уже один раз получили. Для него нет разницы, получили вы это в реале, и ваши зрения, слух и осязания были раздражены реальным обладанием. Ну, так же машины, дачи, обложки журнала с вашим лицом. Или же вы это представили. Чем качественнее вы визуализируете, тем меньше ваши шансы, что вы будете что-то предпринимать для того, чтобы получить желание. В силу того, что уже съеденная пища уже не привлекает. Все, вы уже сыты. Поэтому, если кто-то благодаря визуализации что-то достигает, это скорее не благодаря, а вопреки, несмотря на исключения, нежели правилам. Но с визуализацией есть один важный трюк, который можно делать, чтобы визуализировать безопасно. Если уж вы ярый фанат визуализации, и очень хорошо надрочились в этом навыке, бросать, который вам жалко, окей, хорошо, я вам расскажу, как визуализировать с пользой. Визуализируйте, пожалуйста, не конечный результат обладания желаемым или достижения результата, который для вас мил. Визуализируйте себя за один-два-три шага до. Не тогда, когда вы уже конечный результат имеете, а когда вот у вас еще один-два шага останутся, протяните руку и возьмите. Если вы хотите путешествовать, не визуализируйте себя вернувшимся из путешествия или отдыхающим на бой. Визуализируйте себя, находящимся, например, в агентстве по продаже путевок и забирающим чек об оплате или протягивающим таможеннику свой загранпаспорт. Понимаете, о чем я говорю? Не визуализируйте конечный результат. Вы должны быть... По-другому вопросу поступает. Если... Синдром артемии, не синдром, это эффект на вкусный бутерброд должен быть. Когда вы его надкусили, и вам хочется съесть его целиком, а не тогда, когда вы его сожрали и, в принципе, за вторым уже не поедете. Визуализируйте не то, когда вы уже все съели, а то, когда вы только надкусили, и вот еще вот 99% бутерброда вкусного у вас осталось, и вот надо его доесть. Вот это может вас стимулировать. Если же вы визуализируете конечный результат, это вам не в пользу, а вау-бред. Привет всем любителям фильма «Секрет». Неплохого художественного произведения. С вами был Коуч Ильдар Зенуев. Пишите, звоните, кидайте на счет. Подписывайтесь, ставьте лайк, ну и так далее. Пока-пока.